Когда на улице дубарь? А это верно ведь, январь. Ты лучше дома посиди, чайок попей, смотри в окошко, Голодных птичек покорми и обылом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, Свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, В июле сморит всех жара. Купаться будем до утра И тело покрывать загаром. Потом дожди, ты их немножко подожди, И снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, Чаек душистый разливая, А жизни бренной рассуждая, Что хорошо и в жар, и в холод Здоровье крепко иметь, А остальное просто медь, Ее не стоит и иметь. Своё здоровье тратя даром, Так будем жить и процветать, И строки о любви писать, И посылать их прямо в сердце, Готовая сие принять, И от восторга засиять. 19 января, Крещение Господне. С этого дня наступают самые сильные морозы за всю зиму, Крещенские. В этот день проходит крестный ход на реках и озерах для освящения воды. Воду освященную в этот день хранят весь год. Она исцеляет болезни, способна остановить начавшийся пожар. Прорубь окунали, чтобы смыть с себя грехи, Приобрести здоровье и удачу на весь год. Считалось, что в Богоявленную ночь перед утренней открываются небеса, О чем помолишься, то непременно сбудется. За Крещенскими идут Афанасьевские, это 31 января, Сретенские 15 февраля, Власиевские 24 февраля, Поздние Благовещенские 7 апреля морозы. Но после Крещенских морозов холода идут на спад, А солнце поворачивает свой ход к весне. Освящалась вода, люди ходили на службу в храмы, Проводили время в молитвах у родников и рек. Вода, освященная в этот день, обладает целебной силой. Ей поили больных, освящали дома, ульи, земельные участки и хозяйственные постройки. На Крещение в дом приглашали знакомых и родственников, Устраивали пышное застолье, приметы. Принявшие Крещение сегодня самые счастливые. Сыграть свадьбу в промежуток от Крещения до Масленицы, к счастью, в браке. Сватарство в Крещении хороший знак. Если Крещенские морозы крепче, чем рождественские, год будет урожайным. Если на Крещении ясная морозная погода, лето будет засушливым. Если метет метель, такая погода продлится до конца зимы. Оттепель Крещения до конца зимы сильных морозов не будет. Пасмурная погода и снегопады к хорошему лету. Искупаться в проруби на Крещение, очищение от болезней и горести на весь год. Если девушка сегодня утром встретит молодого мужчину, то выйдет замуж в этом году. Если старик, ходить ей в девках еще год. Если напоить скот Крещенской водой, он будет хорошо плодиться. А какой ваш любимый там овощ или там фрукт? Ну, учитывая, что у Чехова ружье висело. На стене обустрелок. Смотрю, у вас лежит моя любимая морковь. Вообще-то, мне нравится вообще, во-первых, цвет моркови. Он такой оранжевый, такой жизнерадостный. Вот это хорошо, действительно. Я сама овен, родилась в апреле, поэтому мне нравятся такие. Продукт, в первую очередь, действительно влияет своим цветом. Ну и, соответственно, насколько я знаю, там есть витамин С. Витамин С? В достаточном количестве. Морковь. Да, и говорят, что он способствует тоже улучшению пищеварения, если я не ошибаюсь. Немножечко ошибаетесь. Дело в том, что морковь в основном ценят за то, что здесь много каротина. А, да, вот каротин, правильно. Который превращается в витамин А, а уже витамин А дальше уже делает нашу кожу красивой. Там ногти, слизистые оболочки. И, кстати, он еще защищает, вообще морковка защищает от разного рода онкологии и считается хорошим противоязвенным фактором. Поэтому правильно, интуитивно, как человек творческий, вот вы сразу почувствовали, какой продукт вам больше всего поможет. И, кстати, если говорить о полезных свойствах моркови, то они объясняются ее богатым составом. Там есть и витамины группы В, правда, маловато, но есть. Витамин ПП, который делает наши сосудики крепкими, чтобы они нормально реагировали. Чтобы не ломались, были эластичны. Вот, вот, вот. Витамин С есть, есть. Витамин Е есть, витамин К и особенно много каротин. Каротин сначала работает по слизистым оболочкам, там, по коже и так далее. А дальше начинает нас защищать от разного рода онкологии. Поэтому морковочку вы подобрали то, что надо. И, кстати, мы с вами сегодня в нашей кулинарии целебной, знаете, что приготовим? Что? Суп. Из моркови? Да. Ну... Будем варить, будем резать. Честно говоря, знаю, что ее добавляют в супы. В качестве какого-то дополнительного средства, там, предварительно немножко обжарив с луком, допустим, да, в дырью. Но чтобы просто из моркови суп, я такого, честно говоря, первый раз это спалкиваю. Один. Мы с вами не просто сделаем суп, а особо целебный суп, который называется сырой калевый суп. В него входит морковка, как основной компонент. Морковки мы возьмем примерно около 300 грамм. В нее входит в этот суп свекла. Свекла. Сочных элементов, микроэлементов, он будет способствовать тому, что различные отложения, которые у нас есть, он будет рассасывать и выводить. Очень хорошо, там, от подагры будет помогать. Вообще снимает... Нет, у меня их нет, я так теоретически... Хорошо. Он снимает различного рода интоксикацию, потому что если человек, там, ну, будем говорить, питается неправильно, там, допустим, находится в помещении, в котором накурили, пассивно курение, все это всасывается в наш организм, жизнедеятельность его снижается. А мы ее повысим этим супом. Итак, для этого мы будем использовать соковыжималку. Поэтому это отодвинем сюда. Я буду как эхо стоять рядом и повторять каждое ваше слово. Для этого нам понадобится соковыжималка. Я буду говорить, что соковыжималка. Соковыжималка. Мы ее сюда ставим. Помочь чем-нибудь? Помочь. Своим присутствием? Морковочку сюда взять, поставить. Так. Морковь мы будем как-то чистить сначала еще? Дело в том, что я морковочку уже помыл. Мы ее просто помыли и все. Кроме что, вот эти вот кончики надо отрезать. Я могу отрезать. Отрезьте, пожалуйста. Потому что как морковку не мой, а вот эти кончики будут всегда грязные. Сюда мы можем морковь. Морковь. Поехали. Продолжение следует. Поехали. Поехали.